Детскую клиническую больницу номер один могут объединить сразу с несколькими лечебными учреждениями Ярославля. Информация об этом прозвучала сегодня на итоговой коллегии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Сейчас в региональном правительстве рассматривается вопрос о передаче лечебницы в ведение первой взрослой клинической больницы. Наряду с ней в одну юридическую структуру планируется включить вторую поликлинику и больницу номер пять. Пациенты, прикрепленные к этим учреждениям, получат доступную и качественную медпомощь. В случае объединения весь персонал детской больницы переедет на улицу Терешковой, а пациенты пятой больницы будут перемещены в первую на проспекте Октября. По словам руководства Департамента здравоохранения области, это позволит повысить мощности лечебных учреждений, в частности пропускную способность пациентов. Также на базе единого комплекса появится возможность создать ряд современных клиникодиагностических центров. Сроки объединения лечебных учреждений пока что не называются. На данный момент этот вопрос проходит тщательную проработку и обсуждение с медицинским сообществом. Мы укрепим первичное звено путем, в том числе и за счет ротации кадров врачей-стационаров и поликлинических врачей. Мы добавим управляемости этой структуре. А самое главное, дети, которые сейчас у нас по центру разбросаны по отделению по всему городу, они наконец-то локализуются в одном месте, а прекрасный медицинский коллектив, который был в первой детской больнице, получит новую клиническую базу в пятой больнице на улице Перешкова. И самое главное, есть понимание того, что если будет реализован этот вариант, то это не просто переезд одних в другие стены, так сказать, а этому предшествует ремонт. Абсолютно верно. Оснащение и одного, и второго учреждения, оснащение на современном уровне. Напомню, здание первой детской больницы требует серьезной реконструкции. И объединение медицинских учреждений как раз может стать одним из вариантов решения проблемы медпомощи маленьким пациентам. Ведь сейчас отделения детской лечебницы разбросаны по городу. А здесь появляется шанс собрать специалистов в одном здании и с новой клинической базой. Также на коллегии сегодня подвели итоги деятельности системы регионального здравоохранения за 2017 и определили задачи на 2018 год. В числе реализованных достижений это проект «Бережливая поликлиника», который уже внедрен в половине лечебных учреждений Ярославской области. В планах до 2020 года на новый режим работы перевести все амбулатории. Среди других задач дальнейшая информатизация поликлиник, строительство нового корпуса онкобольницы в Ярославле и модульных врачебных амбулаторий в районах региона. Также у нас в этом году был реализован беспрецедентный для Ярославской области при поддержке Дмитрия Юрьевича Миронова проект по привлечению средств из резервного фонда «Президент». Это более 200 миллионов рублей. Это у нас более 100 миллионов рублей у нас пошло на информатизацию, на повышение информационных составляющих. Более 20 миллионов у нас пошло на ремонты наших поликлиник. И более 80 миллионов рублей это пошло на медицинское оборудование. Продолжение следует... Продолжение следует...